привет всем сегодня у нас 18 сентября и мы приступаем к посадке озимого чеснока будем сажать как зубчики такие вот так и вот эти вот бульбочки которые мы выращивали в прошлом году то есть садили их и вот выросли такие небольшие где-то побольше такие вот как небольшие круглые чесночины грядку в этом году сделали в другом месте так как на старом уже чеснок ну в общем стал он хуже растений такой крупный поэтому земля наверное истощилась уже и вот новая грядка сюда внесли золы наверно по стакану на квадратный метр в общем вот так как-то на глаз и все здесь перегной торф может быть конечно земля не очень хорошая для чеснока но у нас только такая вот на огороде поэтому добавили только золы впереди ожидается похолодание и уже как бы такой теплой погоды не будет будет наверно градусов 7-10 днем и дождливо поэтому пока вот земля еще такая вот благодатная для посадок нужно успеть именно посадить чеснок вот чеснок которые выкапывали сегодня он уже с корешками то есть укореняется нужно успеть чтобы чеснок укоренился вовремя вот именно посадить не слишком рано но и не слишком поздно чтобы он просто зимой не вымерз делаем углубление и раскладываем наши зубчики вот примерно на такой вот глубине затем все заделываем почвой вот такая вот получилась грядка чеснока ну вот посадили чеснок на улице уже очень холодно совсем прям замерзаешь а в теплице так вот цветут петуни здесь дождей нету поэтому то не так вот хорошо цветут еще хоть и холодно где 30 днем тепло и вот им хорошо семян правда вообще нету почему-то они не завязываются дать вот семенные коробочки их нету может быть это именно такая какая-то петуния а так вот очень красивая такая вот скорее всего не удастся собрать свои семена придется опять покупать называется рубиновые звезды сейчас надо будет сорвать конечно огурчики похрустеть еще такие прям еще хорошенькие там уже посохли а вот апрельские которые сеяли в апреле они еще плодоносит очень вкусные уже осенние огурцы ну и помидорки на днях тоже соберем когда вот именно перед заморозками их соберем но сейчас нужно будет все сверху в теплице прикрыть спонбондом и укрытым материалом вот такая вот картина хотя как бы заморозка сильного не должно быть но все равно лучше подстраховаться несколько дней не накрывали было тепло ночами а вот сейчас уже прям чувствуется похолодание поэтому так вот немножко прикроем и обычный спонбонд хорошо для этого подходит и укровной материал поэтому так вот такая осень новосибирской области середина сентября и вот такие вот огурчики уже немного переросшие некоторые но они просто супер сочные хрустящие осенние такой вот урожай внешний вид такой вот не очень презентабельный но сами огурчики просто замечательные а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok